В эфире новости НТР, студия Яна Чупахина. Здравствуйте! Автоледи оказалась в кювете и кому помешал памятник? Об этом расскажем в ближайшие минуты. Выехала на встречную полосу, не справилась с управлением и вылетела в кювет. В субботу на дамбе в районе Красного Ключа водитель Калины наехала на левую обочину и съехала с дороги. Хозяйка авто госпитализирована сушевым шейного позвоночника. Два пассажира с различными травмами тоже доставлены в больницу. Полицейские начали разбирательство по поводу факта вандализма, устроящегося памятника ликвидаторам техногенных катастроф. По словам охранника, утром в воскресенье четыре неизвестных подвыпивших молодых человека подошли к нему, пытались спровоцировать конфликт и даже ударили его. После чего охранник был вынужден покинуть это место. А пришедшие утром строители обнаружили сломанные бордюры, разбросанные кирпичи и брусчатку. После этого сторожа никто не видел, но он выходил на связь со своим руководителем. Факт избиения сейчас будут проверять полицейские. Как бы то ни было, акт вандализма налицо. А ведь сами нижнекамцы много лет просили о том, чтобы в городе появился благоустроенный парк памяти ликвидаторов техногенных катастроф. Голосовали за эту идею в рамках акции «50 идей». Эскиз монумента ликвидаторам уже готов. Сильный штормовой ветер пронесся в выходные дни по Нижнекамску и Нижнекамскому району. Несмотря на то, что октябрьский ураган был намного слабее, июльского без ущерба не обошлось и на этот раз. Так из-за обрыва воздушной линии электропередач более 170 населенных пунктов остались без электричества. Были повалены деревья. По счастливой случайности обошлось без жертв, когда на капот автомобиля, припаркованного возле магазина, упала железная конструкция. Однако больше всего стихия разгулялась на каме. Подробности смотрите в вечернем выпуске новостей. Дублеры футбольного клуба «Нефтехимик» в рамках чемпионата Татарстана принимали на своем поле Альметьевский «Нефтеград». Матч прошел на стадионе «Дюс-Шадин». На первых минутах судья назначил пенальти в наши ворота, но реализовать его гостям было не суждено. Зато спустя несколько минут Алексей Домшинский смог обойти оборону соперника и открыть счет в игре. Второй тайм обилием голов болельщиков не порадовал, но все тот же Домшинский. На 53-й минуте отрыв «Химиков» увеличивает, записывая на свой счет дубль. Завершить игру в сухую нашим футболистам все-таки не удалось. За пять минут до концовки матча гости забивают гол «Престижа». 2-1 в пользу «Нефтехимика». Сейчас «Химики» на восьмой строчке с 22 очками в активе. «Нефтеград» – аутсайдеры республиканского чемпионата. И о погоде. Сейчас пасмурно. Плюс 12 за окном. Сильный ветер без осадков в следующем выпуске расскажем. Таксист спас бабушку от мошенников. Звоните нам по телефону 077-41-1313. Пишите на сайт ntrtv.ru. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова